Добро пожаловать в Барселону! Приглашаем вас провести один день в этом интереснейшем городе, совершить прогулку по европейской столице с мировой известностью, рассеять старые мифы и навеять немного новых. Для того чтобы успеть за день увидеть как можно больше достопримечательностей Барселоны, нам пришлось выбрать средства передвижения. Здесь их поверьте хоть отбавляй. Метро, такси, автобусы, трамвай и даже городской велосипед. Мы предпочли метро. Но что интересно, барселонская сеть общественного транспорта предлагает единый неограниченный в проездах абонемент на один день сразу на 4 вида транспорта автобус, трамвай, метро и фуникулер. Стоит проездной всего 7 евро 60 центов. Добрый день, это Барселона. Мы сейчас находимся возле Саграды Фамилии, что в переводе означает Храм Святого Семейства. Строительство его началось в 1882 году и до сих пор не закончено. Этот храм является визитной карточкой Барселоны. Даже не знаю кто из них двоих более знаменит. Барселона или Саграда Фамилия. Изображение Саграды Фамилия на всех сувенирах, будь то футболка или брелок, почти всегда сопровождается словом Барселона. Уникальная история этого долгостроя, которому в 2014 году исполнится 132 года. Его создатель Антонио Гауди, с которым мы увидимся немного позже, был избран архитектором на проект строительства этого храма путем самого обычного конкурса. Будучи тогда уже довольно известным и получив заказ, Антонио чрезмерно увлекся строительством и с годами ушел полностью в этот труд, со временем даже переселившись на территорию стройки. Поговарив, что он стал одержим этой идеей настолько, что проводил в строящемся храме дни напролет, удерживая в голове почти все идеи, чертежи и конструкционные решения. Но насколько бы приближенным к святости обычный смертный и себя не возомнил при жизни, все равно он остается смертным. А как говаривал Булгаков, устами Воланда, то и внезапно смертным. Так произошло и с великим архитектором. В 1926 году, на 73 году жизни, он попал под трамвай. Ведь его был настолько поношенный и неряшливый, что его приняли за обычному бродягу и без особых церемоний отправили в ближайшее отделение больницы, где он и скончался, так и не притя в себя. Вместе с ним погибли все задумки этого великого строительства, которое с тех пор так и не было закончено. Пожалуй, нет в Барселоне человека популярнее Антонио Гауди. Этот архитектор слишком много сделал для этого города, поэтому его чтят на каждом шагу. Вот и сейчас я обнимаюсь с бронзовой статуей этого рожеволосого, голубоглазого испанца. Действительно, внешность великого мастера была настолько необычной для испанца, что закрадываются мысли о мистическом вмешательстве. Но его работы не могут оставить равнодушным никого, о чем свидетельствует и Саграда Фамилия, и вот этот дом, находящийся на пасеу Теграция, Каса Дебати. Следующей работой мастера, которую мы посетим, станет парк Гуэль. Не удивляйтесь, в этом городе большинство памятников архитектуры принадлежат авторству Гауди. Если бы не он, то оригинальности у Барселоны было бы столько же, как и у любого другого города. В этом смысле Гауди сыграл в истории Барселоны такую же роль, как Микки Маус Диснею, принес удачу и славу. Парк Гуэль носит свое имя благодаря заказчику, князю Эусеби Гуэлю. Парк был сконструирован и построен с 1900 по 1914 год по проекту Антонио Гауди. Намного позже он был продан администрацией Барселоны родственниками князя и с 1984 занесен в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Так что если у вас возникнет желание перекупить этот парк, то ничего путного из этого не выйдет. Риэлторы здесь будут бессилны. Таков вид парка Гуэль изнутри. Он стал настолько популярен, что в последнее время практичные каталонцы даже решили сделать платный вход в самую центральную часть парка. Теперь, чтобы полюбоваться архитектурными особенностями, вам придется раскошелиться на 8 евро и выставить небольшую очередь. Но желающих этот факт все равно не отпугнуть. Их по-прежнему хоть отбавляй. Вот что можно сделать из Плаза де Торос, арены для боев быков, если отказаться от самих боев. Можно сделать хороший коммерческий центр. Вся Барселона это сплошной 3d анимационный фильм. Чтобы понять Барселону, надо ее узнать со всех ее холмов. Видеть под разными углами. И тогда составится очень хорошее впечатление о том, что есть этот город. Вообще он раскидан в долине между высоченными горы. Сейчас мы поднимаемся на одну из них. Называется эта гора Монджуй. С дворца святого Джорди открывается великолепный вид на одну из главных частей Барселоны. Отсюда видно Саграду Фамилию. Видно высотку здания Ахбар. Если сейчас обойти немножко этот холм с другой стороны, то можно увидеть полную панораму города. Ну как вам? Вы в гостях в Барселоне? Вы туристы? Вам понравился город? Нам Испания очень нравится. Очень нравится Испания. У тебя и море с друзьями. А, первый раз здесь? Первый раз Испания. Ну посоветуйте здесь жить или вернуться хотя бы? У меня первое вообще впечатление, когда я здесь сюда приехала, это то, что я хочу здесь жить или вернуться. Это побережье. Может быть даже не в таких городах. А еще в каких-то городах побывали? Нет, только буквально второй, наверное, день. Наверное, настало время спуститься с гор в саму Барселону. Панорамных видов мы насмотрелись достаточно. Пришло время побродить по центральным районам города и поговорить с людьми наперебой с кричащими верхушком пальм попугаями. Бринейцер Все это puzzляет погода, где И как видите коты в Барселоне самые большие коты в мире Площадь Каталонии одна из самых известных площадей города Она является перекрестком 9 улиц и крупным узловым центром Если вы прилетите в Барселону на самолете, автобус из аэропорта привезет вас именно сюда Площадь так названа в честь Коммунидада Каталонии, чьей столицей является Барселона Из 17 Коммунидадов, составляющих Испанию, сегодня Каталония является самым рьяным борцом за независимость от страны О том свидетельствуют желто-красные каталонские флаги, украшающие балконы сторонников независимости И здесь их, поверьте мне, предостаточно С площади Каталонии по знаменитой Рамблас мы выйдем к порту На самом деле Рамбла состоит из шести улиц Вообще Рамбла в переводе означает «русло ручья» Улицы Рамбла де Каналетес, Рамбла де Студис, Рамбла де Сан-Джузепп, де Санта Моника, де Капучинс и, наконец, Рамбла дель Мар Таким образом они составляют собой тенистый бульвар, по которому не спеша, минут за 20, можно выйти на набережную от делового центра города Эти улицы знамениты тем, что соединяя современный город с морской набережной Сюда наполнены массой баров, ресторанов, артистов, цветочных и сувенирных магазинов Театры, мюзиклы, уличные художники и музыканты Все они умещаются на этих двух километрах, разделяющую площадь Каталунии и Старый Порт На входе в порт, сразу по окончании Рамбла де Санта Моника, вы встретитесь с монументом Христофору Колумбу Возведенном в 1888 году благодаря всемирной выставке, проходящей в Барселоне Скульптурной композицией высотой 87 метров в символическом манере присутствуют сцены из жизни великого мореплавателя Внутри колонны имеется лифт, поднимающий туристов на смотровую площадку, находящуюся внутри шара, на котором стоит Христофор А тут откуда раскрываются новые, необычные виды на город Как видите, способов увидеть Барселону с высоты здесь просто несчетное количество Отсюда же из порта на гору Манжуик, с которой мы спустились за 10 с лишним евро, можно отправиться на канатную дорогу Здравствуйте, скажите, вы только что приехали в Барселону? Мы в Сантосу-Сан, мы остановились всего три дня назад в Барселону, вот только что сейчас автобусы И еще ничего не успели посмотреть Вам еще вообще ничего не успели посмотреть? Вообще ничего не успели посмотреть Ну какие предчувствия тогда? Ну поражает, что масштабность, море особенно Ну вообще все интересно, я думаю впереди ожидания наши оправдаются, мы увидим еще больше А в Испании вы впервые? Да В Испании, на Кенарифе мы были в прошлом году Вы бы переехали сюда? Последний вопрос Наверное нет Насколько я сравниваю жизнь в России и, допустим, в Италии, в Испании, во Франции То в России сейчас живет исключительно лучше Ну а из-за климата? Из-за климата? Нет, сибирский климат, и особенно зима Я горными лыжами увлекаюсь, лыжами вообще А тут снега нет, это для меня трагедия Ну спасибо большое Пожалуйста Сейчас мы добрались до последней Рамблы Рамбла Дель Мар Она полностью деревянная и состоит из нескольких мостов, подвешенных над входом в спортивный порт Кроме того, это еще и вход в торговый центр А как же без него? Рамбла Дель Мар Дель Мар Рамбла Дель Мар Рамбла Дель Мар Ну, как вам понравилась Барселона и понравилась ли она вообще? Замечательный город, все очень здорово, очень красиво. Вы бы переехали сюда жить, если была возможность? Да. Да? А откуда вы? Мы из Беларуси. Из Беларуси? То есть смело вы переехали? Не знаю. При прочих возможностях. Из-за погоды или больше еще что-то нравится в городе? Ну, здесь все очень отличается. Какой-то такой особый дух свой, архитектура, сады. Эту статую барселонцы сами позвали лицом Барселоны. Всего лишь третий день здесь. Третий день? Ну, как вам успел город? Понравится? Прекрасно. Понравится? Вы, если так не задумываясь, переехали бы в Испанию жить? Жить? Да. Всех тонкостей пока не знаю, но пока понравилось. А давайте спустимся в прохладное метро и отправимся в тот район, с которого и начали. Район Поблинов. Район Поблинов. Мы все-таки добрались до пляжа, хотя и по темноте. Но в летнюю ночь прогуляться по набережной даже намного приятнее, чем днем. И виды открываются иные, и воздух намного свежее. Мы заканчиваем этот выпуск доступной Испании под аккомпанемент светящейся башни Акбар. Это была Барселона, но впереди вас ждет еще не один город Испании, с которым вы можете ознакомиться вместе с нами. С вами был Олег Фисечко, Кристина Роцкиты. Пишите нам, подписывайтесь на канал и приезжайте. Всегда будем рады встретить вас в этой замечательной стране.